Микс Ньюс. Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. У нас в гостях сейчас глава компании Велокурьер, также член правления, глава правления Латвийской ассоциации велосипедистов Олег Столеров. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня говорим о велотуризме, поэтому обязательно к нам подключайтесь. Я напоминаю, телефон напрямого эфира 672-12-939-672-13-939. Пишите нам в WhatsApp-е 2061. Был ли у вас такой опыт, я провела туризм, или хотели ли бы вы им заняться? Задавайте вопросы нашему эксперту. Вам не холодно? Смотрите, как холодно сейчас у нас было. Все равно на велосипеде ездили. Ну, я приехал опять на велосипеде, и зимой приезжаю на велосипеде. У природы нет плохой погоды. У природы не бывает плохой погоды. Есть просто неправильно подобранный велосипед. Велосипед и одежда. Даже для велотуризма нет плохой погоды? Ни в коем случае. Потому что, если мы говорим о развитии техники, допустим, если вы можете кататься на лыжах зимой, с горки, вам же не холодно. А на велосипедах, если у вас правильная шипованная резина, допустим, в лед, в лед, я пешком не могу идти. Я пешком падаю. А если у меня шипованная резина, я еду на велосипеде. Мы, когда говорим про туризм, мы подразумеваем туризм, долговременный туризм. Туризм, может быть, появился. Давайте, давайте, что такое велотуризм. Сформулируем. Во-первых, велотуризм – это когда люди едут отдыхать и что-то познать. Потому что мы говорим слово «туризм». Туризм, он имеет в виду то, что люди хотят взять какие-то новые знания, что-то узнать. Туризм, он имеет в виду познание, познание как самого. Значит, это и есть туризм. И теперь мы говорим о велотуризме. Значит, человек передвигается не на автобусе, не пешком, он передвигается на велосипеде. Вот это и есть понятие велотуризма. Есть спортивный велотуризм, где очень многие элементы спортивные, большие нагрузки. Есть простой велотуризм. У велотуризма очень много специфики, очень много. Но объединяет людей именно то, что это велосипеды, они занимаются туризмом. Если мы говорим, мы можем говорить о тенденциях в Латвии, велотуризма. Мы должны понять, на какую тему мы будем говорить, потому что можно говорить о инвентаре, можно говорить о веломаршрутах. Это настолько обширная тема, что, может быть, мы можем как-то немножко ее, ну… Нет, естественно, нас интересует существующая реальность о том, что есть в Латвии. Людей интересует в Латвии. То есть они могут подключиться к какой-нибудь группе энтузиастов или условно… Да, ну, если мы говорим о ситуации в Латвии, Латвия, ситуация Бедрига, да, потому что, если мы говорим о велотуризме, о велотранспорте, если мы берем Будапешт, Будапешт, город Будапешт, Венгрия, маленькая страна, как Латвия, у них пять госчиновников занимаются велотранспортом, велотуризмом. В одной команде, в одной команде. То есть у нас не занимается никто. То есть у нас в Латвии нету в госструктурах ни в одном министерстве, ни в одном министерстве, ни в Министерстве сообщения, ни в Рижской думе, ни в Министерстве окружающей среды, ни в Министерстве здравоохранения человека, который бы отвечал бы за велотуризм. Почему, что такое, значит, слово «отвечать за велотуризм»? Велотуристы, они используют инфраструктуру, дороги и так далее, и так далее, и в любом случае мы должны какие-то законодательные акты или законы их поддерживать, ограничивать и так далее, и так далее. Потому что госчиновники должны создавать законы, которые... Мы сейчас говорим, допустим, о велодорожках в городе. Да, мы сейчас в велодорожке, это не велотуризм, это не велотуризм. Нет, в велодорожке не дергаем. А, нет? Нет, не будем путать, не будем путать. Тогда что? Вот, и мы говорим об этом. То есть, человек должен передвигаться по Латвии, свобода на велосипеде. Что мешает, почему мы отстаем и в чем проблема? Я назову первую проблему, что никто этим не занимался, никогда не занимался. А как этим нужно заниматься? Вы знаете, я вам дам очень хороший пример. В Латвии я говорил с одной женщиной, такая Альга Петкевич, я из Тукумси, очень талантливая по туризму, человек, как такой. Я говорю, Альга, у нас есть в Латвии велотуризм, я тебе заниматься не буду. Я говорю, почему? Потому что у нас, знаете, вот я такой пример приведу, очень интересный. Я был в дискуссии в Министерстве сообщения, я говорю, два года назад, мы говорили о том, что приезжают велотуристы и, допустим, едут из Кулдыги, ну, из Кулдыги в Ригу. Да, и они едут по краю шоссе, да, и... По Бучине. По Бучине. И фуры идут мимо, и их зажимают, прижимают. И практически, ну, очень опасная ситуация. Вот у нас осенью человека сбили велотуристы из Италии, он погиб. У нас два велотуриста погибли. Иностранцы погибают на латвийских дорогах. Сбивают просто. Сбивают. Это факт. Это не то, что моё мнение. Это факт, который вы можете прочитать. Вот. И я говорю, ну, слушайте, ребята, ну, давайте сделаем, как за границей, ну, хотя бы, как в Эстонии, сделаем прерывистую линию для велосипедистов. Потому что, когда вы едете, вы имеете... У нас по ответственному законодательству вы имеете право ехать по обочине дороги на велосипеде. Все. У нас право такое есть. Автомобиль должен вас объехать. По закону должен вас объехать. Ну, я говорю, ну, вы знаете, очень трудно объехать. Во-первых, водители неопытные, велосипедисты неопытные. Давайте сделаем прерывистую белую полосу. Подадим 70 сантиметров, 90, и на краю шоссе сделаем прерывистую линию. Мне гость-чиновник говорит так. Вот, знаешь, нельзя делать такую прерывистую линию. Я говорю, почему? Таким образом, велосипедисты, мы показываем то, что могут ехать велосипедисты, они там ехать не имеют права. Я говорю, подожди, я больной или вы больной? Как не имеют права, когда в законе они имеют права? Нет, у нас такой линии в законодательстве нету, ну, в стандарту. Таких нету, мы ее делать не будем. Я говорю, а что вам на первом? Вы же все кричите, что вам на первом месте целая кудрощеба, да? Ну, что вы делаете? Ну, сделайте эту прерывистую линию. Чтобы, когда я еду на велосипеде, чтобы я знал, сколько я могу подать враво, насколько я могу подать влево. То же самое, ну, пусть фура, человек на фуре едет, на фуре, я водитель хороший, да? Ехать на фуре очень трудно, понимаете? Если вы едете по зеркалу, вы не едете напрямую, я говорю, ну, фура, он же ведет по осочкам, мимо. Они друг друга никогда не наедут. Бесполезно, вы знаете. Я понимаю, что кто-то из нас больной. Я понимаю, или тот человек больной, или я. Но больше меня такие дискуссии не вызывают. Это мне такая боль, вы знаете, у меня прямо в глазах слезы стоят. Я понимаю, что, ну, как можно? В Эстонии есть, во всем мире есть, да? В Эстонии есть. В Эстонии у вас 90 сантиметров. Вы можете ехать из Тарту в Валгу. Ну, вот вы велотурист, покатались по деревне, вам срочно попасть в Тарту. Ну, шоссе нормально. Тарту, Валгу, Тарту, да? Там 90 сантиметров полоса. Вы можете по этой полосе ехать. Она не предназначена для велосипедистов. Не будем путать. Но если вы там оказались на этой дороге, вы можете передвигаться. Закон разрушает мне передвигаться. Вы знаете, я на этой семье говорю уже 10 лет. Это как об стенку. Вот прямо вот слезы в глазах, да? И хочется взять кулак. Я не знаю, что сделать. И вот это такая ситуация, что в Латвии никому не нужен этот велотфоризм. Он не нужен, понимаете? Вот это такая боль, да? То есть мы даже сейчас говорим не о качестве дорог, мы просто говорим о линии, пунктирной линии, которые... Да, мы говорим о пунктирной линии, которую никто... Они говорят, что это сделать нельзя. Но понимаете, вы понимаете, что это абсурд. Все люди понимают, что это абсурд. Ну, чиновники нет. У нас звонок. Давайте. Теперь надените, пожалуйста, наушники. Да, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Говорите, пожалуйста, погромче, что-то плохо слышно. Да, вопрос хотел задать вот по поводу, сейчас там велотуризм обсуждается. Да, да-да, мы вас слушаем. Да, вот у меня такой вопрос, а там человек рассуждает о каких-то отдельных полосах для велосипедов и так далее. Может быть, сначала обязать велосипедистов одевать отражающие жилеты, потому что, ну, это огромная проблема для тех же водителей автомобиля, особенно весной и осенью, когда люди ездят на велосипеде без каких-то отражающих, скажем, знаков и жилетов. И просто не видно на первом тоне. Да, спасибо большое. Вопрос, я обязательно отвечу на вопрос. Вы знаете, технологии пошли вперед. Отражающий жилет – это 90-е годы. Отражающий жилет стоит 2-3-4 евро. Если вы поставите лампочку-мегалочку, которая стоит 2 евро, мегалочка. Велосипед сам, да, вот сзади под сидением, да? Да, под сидением будет. Эффект будет в три раза больше, в четыре раза больше. Но здесь я бы, наверное, хотела бы… Но слушатель сказал о том, вот в свою очередь, если на законодательном уровне водить пунктирную линию, давайте обяжем велосипедизм. Да, ну, это поэтому технологии идут вперед, да, никто уже не обязывает, потому что жилетка, во-первых, я же опытный велосипедист, да, ее в дождь не видно. Ее в дождь не видно. Если вы поставите мегалочку, качественную мегалочку, и современные качественные мегалочки, вы меня будете видеть за 2 километра. У меня такой вопрос… Поэтому, если говорят о жилетах, то мы должны говорить, что эффективнее. Понимаете, жилеты – это один из элементов. Но он же очень условно ответил. То есть, я думаю, речь шла как раз о том, чтобы сделать так, чтобы велосипедисты на дороге было видно. Интересный факт. Вот очень прекрасная тема. По законодательству в законе написано, что велосипедиста в темное время суток, минимально в темное время суток, должна быть мегалка. Но не написано, что должна быть жилетка. Но почему-то все госчиновники, дружные команды кричат о том, что нужно везти госжилеты, везти. Насколько я знаю, они говорят о том, что надо носить отражатели различные. Мы говорим о «должно быть», но в этой жиле никто из них не говорит о том, почему мы, например, велосипедисты не носят лампочки. Так давайте будем добиваться того закона, который уже принят. Они об этом не говорят. Вы знаете, они об этом не говорят, не надо в дискуссии. Они кричат, что нужны жилеты. Я говорю, зачем вам жилеты? У вас в законе написано, что должна быть лампочка. Занимайтесь лампочками. А вот мне кажется, чтобы не ломать копию об этот вопрос, как велосипедистам, так и, грубо говоря, министерствам, просто сделать легче и проще, чтобы производители велосипеда при заводской установке какой-то уже, не знаю, прикрепляли необходимую вот эту вот лампочку под сидение. Просто его конкретный… Прекрасно. Мы сейчас возвращаемся к велотуризму. Все велотуристические велосипеды, которые предназначены для велотуризма и специально велотуристическим велосипедам, мы вернулись со старой темы. О них обязательно уже с завода идет оборудованный свет, очень качественный, спереди и сзади. Мы вернулись к велотуризму, иначе мы опять уйдем в другую тему. Мы как раз услугу вернулись. Пока мы не взяли вопрос нашего слушателя, встречный вопрос. Люди, которые занимаются велотуризмом, берут на прокат эти велосипеды или каким-то образом просто на них садятся и едут, у них не должно быть каких-нибудь прав отдельных? Ну, потому что велосипед может быть оборудован чем угодно, даже системой звукового оповещения. Но если человек на нем сидит не опытный, он не знает правила дорожного движения, не умеет себя грамотно вести на дороге, он предоставляет опасность и для окружающих, и для себя. В Латвии очень деятельность. И на эту тему, на эту тему. В Латвии, это работа ЦСДД, это не работа министерства, да? На эту тему в Латвии, у нас очень хорошее ЦСДД, очень хорошее законы. У нас на дороге, человек, который находится на дороге, у него должно быть водительское достояние. Или велосипедиста, или тракториста, или автомобилиста, или мотоциклиста. Должно быть. У нас звонок. Давайте еще примем звонок. Наденьте, пожалуйста, наушники. Доброе утро. Мы вас слышим. Еще раз, я только что звонил по поводу жилета, вот еще раз хотел бы выразить твое мнение. Лампочка, это полная ерунда, потому что лампочка находится очень низкая, с машины не всегда ее можно видеть, лампочки никто не ставит сбоку, а жилет на человеке прекрасно виден, потому что он сидит высоко. Это первое. Второе, можно долго спорить, но многие ездят, я думаю, через Литву и видят. Там все едут велосипедисты в жилетах. Их прекрасно видно. И в темное время суток, и в светлое время суток. Лампочка, ну... Спасибо. Я бы хотела дополнить немножко... Я отвечу на этот вопрос, что человек, который звонит, я ему посоветовал бы самому покататься, не только на машине, покататься на велосипеде, посоветовал бы покататься. Я ему посоветовал бы в 30-градусную жару одеть отражающий жилет, но голое тело, да? Ну, посоветовал бы, да? И потом мы эту дискуссию продолжали. Мы сейчас вернемся к его туризму. Нет, я все-таки хотела бы немножко остановиться на этом вопросе, потому что если мы говорим о жилетах, то я как водитель машины, допустим, жилет воспринимаю все-таки... Это уже человек едет. Я вижу силуэт человека. Это не какая-то там лампочка мигающая. Где там этот сичек? Куда он там ездит? Это уже такой личностный фактор. Во-вторых, вы меня простите, но рекомендовать надеть жилет и покататься в 3-градусную жару, это, наверное, не очень корректно, потому что если мы возьмем, например, мотоциклистов, тех же байкеров, в 30 градусов, в 40 градусов, в 15, в минус 10, неважно, они в экипировке. Они обязаны быть в шлеме. Жарко им в шлеме, не жарко им в шлеме, да? Но закон предусматривает, что они должны... Остальная экипировка, конечно, на их усмотрение, да? Но если он слетит с мотоцикла там в джинсах, да, соответственно, это будет его последнее падение. Поэтому, ну... Давайте вернемся к закону. Закон говорит о том, что должны быть лампочки. Давайте разрешим проблему лампочек, сделаем первый шаг, чтобы на всех велосипедах были качественные лампочки, и когда мы сделаем первый шаг, будем заниматься вторым шагом, жилетками. Мы не сделали первого шага, а уже говорим о втором шаге. Давайте начнем с того, что написано в законе. Хорошо. А если мы говорим вообще о развитии велотуризма, то насколько... Ну, я так понимаю, у нас вообще очень тяжело ведет весь этот процесс идет. Если, допустим, вот завтра появятся пунктирные линии, прерывистые линии на дороге, позволяющие велосипедистам передвигаться более безопасно, то как дальше мы будем, мы должны будем развивать туризм, что дальше? Вы знаете, мы живем в финансовой системе, финансовая система, она говорит о том, что мы должны заниматься тем, что приносит государство какую-то прибыль, или, допустим, ну, деньги, как нравится, не нравится, финансовая система есть. Если мы говорим о велотуризме, то велотуризм приносит больше денег, чем круизные корабли. Когда в Ригу приходит круизный корабль, оттуда выходят 2000 человек. И всем кажется, что это обалденная, классная вещь, потому что 2000 человек приехали в Ригу, сейчас они что-то купят, что-то потратить. Если мы возьмем эти 2000 человек и просто раскинем по всей Латвии, вот 2000 человек возьмите, и по всей Латвии раскидается на велосипеде, то эффект получится в два раза больше прибыль от велотуризма, чем от круизной корабли. Это цифры. Цифры, которые посчитали люди и так далее. Велотуризм, я говорю, что такое велотуризм? Велотуризм на здоровье. Если вы приехали, я буду говорить, на прямом тексте мы приехали на корабле, да вы, ну, основная часть от Бухава, извините, с прямым текстом от Бухава на корабле, и так далее, люди малоподвижны в образ жизни, нездоровый образ жизни, да, то велосипедество вам дает здоровье. Во-первых, самое дорогое, что у вас есть. Ничего здоровья, здоровья нет. У любого человека. Во-первых, здоровье, хорошее настроение, контакт с природой, да, это то, что дает велотуризм. И куда мы идем? Или мы хотим, чтобы у нас был туризм, где все люди бухают, здоровье? Или мы хотим получать те же деньги? Ну, быть здоровым обществом и развивать здоровье общество. Это вопрос наш. Что мы хотим? Это наш выбор. Мой выбор, здоровый образ жизни, это соприкосновение с природой, да, это именно в физическом состоянии человека. Велотуризм это дает. У меня еще один вопрос будет. То есть, может быть, есть какие-то советы людям, которые никогда не занимались велотуризмом, но они хотели бы, например, в Латвии, да, попробовать. Так как у нас нет этих пунктирных полос, да, соответственно, о чем они должны думать, как они должны себя вести, и, может быть, если они хотят заняться, то с чего им начать? Я бы, например, хотела бы поехать по Латвии на велосипеде, но я, честно говоря, не знаю, у меня нет своего велосипеда, могу ли я его где-то взять, и мне нужно обязательно купить свой. В практике так, что у нас, к сожалению, мы должны понимать, что велотуризм, даже не к сожалению, просто есть. В Европе очень все дороги, маленькие дороги, большие дороги, они асфальтированы, там сделаны велодорожки, велосипедные маршруты, где нет велодорожки, значит, там будет полоса вместе с машинами, но это мы говорим о Европе, оставим Европу в мире, что делать в Латвии? Латвии такого нет. Поэтому в Латвии у нас есть, какие плюсы в Латвии? Плюсы в Латвии, то, что у нас, в Латвии у нас есть регионы, где очень мало машин. Это первая тема, да. Вторая тема, у нас очень красивые регионы есть, и поэтому я предлагаю людям, которые хотят заниматься велотуризмом в Латвии, это работать в системе МТБ. Это значит, что брать велосипеды, которые созданы или даны для того, чтобы ездить по проселочным, сельским дорогам. Потому что это безопасно. Возьмите, в Латвии, там, скажем, первую, уграницу, это очень машин, людей нету, да. Берите палатки, возьмите гостевые дома, там, они недорогие, но они забиты только в июле, в августе, практически сейчас они пустые. Позвоните в любой гостевой, в Латвии, в любой дом, в Курзове, да, они пустые стоят. Там людей нету. И вот с этого надо начинать. Во-первых, безопасно, во-вторых, природа. У нас есть уникальное море. У нас уникальное море, что очень мало, где в мире вы, например, можете сесть в Юрмале, в Лилу подначать и на велике крутиться до самого... По береговой линии. Да, до Каугрии. Это уникальная вещь. Вы можете из Лепа ехать до Берната, вы можете вдоль моря ехать от Коуке до Леолирбе, ехать от 50 километров по берегу, по берегу моря. Такой, при том, на простой момент на велосипеде. Такой уникального берега, безлюдного берега, нигде в мире очень мало. В Примавовске нет. Обычно это каменистые, что нельзя. У нас это есть. Единственное, надо иметь в виду, что если вы пойдете против ветра, если против ветра, тогда вам уже надо более... Тяжелее чуть-чуть будет. Да, это будет тяжелее. Второе, надо более модерн с велосипедом с помощью... Возвращаемся к тому вопросу. Да, более электрическим моторчиком. По моторчикам это другая тема. Но мы говорим о том, да. Потом рядом с этим есть всегда какие-то дороги, на которые вы можете выехать. Я говорю, вот это надо выбирать, где очень мало машин. И ехать на природу на велосипеде. Это мой совет в Латвии. Потом велотуризм МТБ, он становится более модным, ему модным. Скажем, за последние 15-20 лет цена велосипедов не увеличивается. Она стоит на старом месте. А качество велосипедов и фонарик. Коллега, да? Она увеличивается в бешеной. Вот понимаете, когда у вас покупали телефон за 200 евро, как там у вас по кнопочке телефон, все время у вас такой телефон за те же самые деньги. Тоже самое велосипедная индустрия. Тоже самое в индустрии лампочек. Эти индустрии, которые развиваются очень-очень активно. Понимаете, лампочка 20 лет назад, мигалка или современная мигалка, 20 лет велосипед, современный велосипед. Это две разные вещи. На современном велосипеде вы поедете в Бальмуре, вы не выставите, вы будете себя прекрасно чувствовать. Надо ехать. Надо ехать. Страна возможностей для велотуризма. Нам пора заканчивать. Только начали. Глава компании и велокурьера Олег Столяров, он же еще и глава правления Латвийской ассоциации велосипедистов. Провели это утро с вами Евгения Шафрана, Калена Борисова и звукорежиссер Евгений Копень. Спасибо вам большое. Большое спасибо, вам тоже. Всего хорошего.